Случалось ли вам стоять на безлюдной дороге в непогоду, когда строй в дождях лещут по лицу? Или, например, прыгать с ноги на ногу в зимнюю стужу в глухой местности, где автобус проходит крайне редко? Как в эти моменты было бы хорошо сесть в попутку, где добрый водитель позволит закурить, включит музыку и поинтересуется, куда вы держите путь, а доставив вас до нужного пункта на значение вы расстанетесь. Закон дороги гласит, что нельзя оставлять человека в беде, когда его машина сломалась, нужно кого-то подвезти или, не приведи Господь, случилась авария. В наше непростое время то и дело всплывает информация криминального толка, что, дескать, ограбили попутчики водителя или появился водитель-маньяк, подбирающий своих жертв на дороге. Дороги. Эти нити, связующие населенные пункты людей, всегда служили источником приключений и опасности. Мир кино также не обошел вниманием события, которые могут или могли бы произойти практически с любым из нас в любой точке земного шара. Дорожное кино, или как его еще называют роат-муви, сшито крепкими нитями всевозможных жанров, в том числе это фильмы ужасов и остросюжетные триллеры. В самом начале 80-х начинающий кинематографист-любитель отправился в поисках лучшей доли из Нью-Йорка в Остин, штат Техас. Кинематографиста звали Эрик Рэд, и он ехал на своей машине по дороге через несколько штатов. Сунув пыльную кассету в магнитолу, он слушал группу Дорс, и когда зазвучала песня «Оседлавшая шторм», его посетила идея, благодаря которой мы все посмотрели фильм «Попутчик». В этой песне есть куплет про убийцу на дороге, который ждет, чтобы его подобрали в «Попутчике». Будущему сценаристу фильма это показалось весьма здорово, к тому же визуальным фоном к песне служила пустынная дорога, которую он проезжал. В общем, через какое-то время жесткие и кровавые копии сценариев полетели по почте на студии. В итоге знаменитая сеть HBO взялась за производство с оговоркой, что из сценария уберут некоторые кровавые подробности. По уже классическому сюжету в ленте идет речь о парне по имени Джим, который перегонял легковой автомобиль клиенту из Чикаго в Сан-Диего, штат Калифорния. По пути он на свое несчастье подобрал попутчика, прозябшего на дороге. Если бы он знал, что в машину к себе он пригласил самого настоящего монстра. В главной роли снялся молодой, на тот момент актер Си Томас Хауэлл, который выхватил из-под носа главную роль у таких актеров, как Том Круз и Чарли Шин. С ролью этот актер справился отлично. Его герой прошел самую настоящую метаморфозу – от простоватого подростка, мчащегося в машине, до психически надломленного человека, которому неслабо нажать на курок. На роль убийцы первоначально рассматривался актер Сэм Эллиот, но, как мы знаем, эту партию сыграл великолепный Рутгер Хауэр. Хотя у сценариста были сомнения на его счет. Нет, в плане актерской игры Рутгер всех устраивал. Просто по замыслу нужен был типаж, чем-то напоминающий таких актеров, как Стинг или Гарри Динстентон. В общем, обладающих показной сухостью и худобой. Но как только Рутгер одел пыльный плащ, все вопросы отпали. При просмотре вы наверняка согласитесь, что он был рожден для этой роли. Абсолютно все в нем указывает на внутреннюю опасность и смертоносность. Холодный взгляд, профиль лица. Есть в этом актере нечто, что делает роль его персонажей невероятно запоминающимися. Даже его коллега по фильму Си Томас Хауэлл отметил, что Рутгер Хауэр просто невероятно перевоплотился на съемочной площадке в убийцу. Да так здорово и похоже, что многие даже с опаской на него посматривали. Просто удивительные по своей чудовищности и изощренности вещи проделывал дорожный маньяк на экране. Зритель не успевает даже посочувствовать главному герою, а злодей уже приготовил новое испытание. Словно лабораторного мышонка, маньяк изучает главного героя, гоняя его по лабиринтам ужаса. Несомненно, обладая каким-то дьявольским везением, дорожный убийца умудряется обводить вокруг пальца местных полицейских, искусно подставляя героя. Полицейские тоже хороши. Разобраться, что к чему, у них получается лишь к концу фильма. Да и то потому, что герой Рутгера Хауэра уже устал маньячить. В самом финале киноленты нам все же показывают финальную дуэль между героями. Переломав кости маньяку и всадив в него заряд дробовика, Джим обретает внутреннее спокойствие и восстанавливает свой внутренний стержень настоящего мужика. Бюджет киноленты составил около 6 миллионов долларов, но явного интереса картина не вызвала, что естественно сказалось на сборах. Критика также делала свое черное дело, на что глава киностудии даже возражал, утверждая, что «Попутчик» – один из лучших фильмов 1986 года. Исучив критику этого дорожного шедевра, я с удивлением обнаружил, что среди обычного негатива есть и довольно-таки любопытные предположения некоторых критиков, что во всех этих взглядах маньяка на Джима, прикосновений, намеков, есть некая скрытая связь, некая провокация. И все это на полном серьезе обсуждалось и до сих пор обсуждается среди зарубежных фанатов жанра хоррор. Даже режиссер этой киноленты Роберт Хармон, зная, что картина со временем приобрела культовый статус, подлил маслица в огонь, заявив буквально следующее. Персонаж Джон Райдер – это психопат. Джон Райдер – это дьявол во плоти. Он гей. Также он олицетворяет саму смерть. Он также и монстр. Сумасшедший. Убийца из наших снов. Сумеречная зона и Диснейленд в одном флаконе. Короче говоря, Джон Райдер – это шифр. А сам фильм – набор неопределенностей, который закрутит в своем вихре зрителя. Если отбросить все эти фанатские разговоры и пересуды об ориентации Джона Райдера, в сухом остатке мы имеем сумасшедшего ублюдка, который убивает людей и истязает человека, к которому он привязался. Вот и все. Киношка стала суперхитом советских видеопрокатов. Фильм настолько перепугал людей, что подобрать попутчика после его просмотра осмеливались далеко не все. И в каждом одиноком грибнике, бредущем вдоль дороги в тумане, мерещился Ротгер Хауэр, подстерегающий своих жертв. Субтитры создавал DimaTorzok